Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Jurassic Survival. Как я говорил, вчера должна была выйти обнова, она вышла, вы не поверите, просто разрабы сдержали обещание просто, знаете, за 7 минут до того, как наступит следующий день. Но всё-таки они выполнили обещание, а Лас-Дейвцы почему-то его не выполнили, хотя, по идее, вчера должна была выходить обнова. Я, конечно же, ночь вчера не стал уж записывать, когда только вся эта обнова вышла сегодня. Вот, в общем-то, сейчас мы на всё это посмотрим, и, как по мне, обнова вышла достаточно неплохая. У нас здесь новая локация, ну и давайте, пожалуй, прочитаем, что они вообще здесь пишут. Кстати, сразу был такой перепрыг с версии 1.07 на версию 1.1.0, вот, так что она действительно должна была быть достаточно большой. Узнайте, какая опасность скрывается за стеной, отправившись в стратегически важную локацию, ворота 3. Окей, туда мы как раз-таки сходим, это вот гейт 3 как раз-таки было. У фракции охотников для вас новое задание, займитесь починкой лагерного оборудования, но будьте начеку, шум привлекает хищников. Окей. Третье, встаньте, причём к ключу с новыми напарниками против общей угрозы. Их помощь окажется очень кстати во время очередного вторжения динозавров. И четвёртое, готовы к натиску вожаков у ворот 3, там можно найти ещё больше трофеев, чем в других локациях. Окей, спасибо. Не зря, наверное, я всё вот это собирал, все свои пистолеты, все дела, там всякая оружие. Сейчас мы всё это наберём, скрафтим себе неплохую такую броньку и отправимся в битву. Уж очень мне хочется затестить эту локацию. Как я понял, это не как событие, это локация как вторжение. Туда можно будет в любой момент отправиться и возможно на месте как раз-таки вторжения появилась эта новая локация. Ну давай уже загружайся, потому что я сейчас буду в не особо крутой броньке и мне нужно будет её сделать. То есть, видите, я так себе приодет. Ага, 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 ага. Окей, сейчас мы всё это будем мутить. Всё будем потихоньку мутить. Конечно, немножко некрасиво то, что я так сейчас буду всё раскладывать, все дела. То есть, ну, занимать ваше время. И, в общем-то, такое лучше не надо было бы делать. Ну, ладно, надеюсь, вы не обидитесь. Будет, типа, такой первый взгляд. Как только с вами я зашёл в игру, что я тут буду делать. И тому подобное. Возьмём, конечно, мы туда оружие посерьёзнее. Брать всякие вот эти вот безделушки, которые я трачу обычно только для фарма я не буду. Возьмём сюда пару кувалд, наверное. Почему бы и нет. Вот, я думаю, пистолеты можно истратить. Вот эти вот, которые почти у меня уже сломаны. Так, и дальше можно, наверное, какой-нибудь вот этот. Ну, надо такие поломанные вещи брать, которые, в общем-то, мне нужно как можно скорее истратить. И дальше мне нужно скинуть, получается, вот эти вот листочки. Потом здесь у меня ещё руда есть. Ну, в принципе, всего понемногу, всего понемногу. Так что всё скидываем. Текстурку этого изменили, кстати, очень заметно. Текстурка угля у нас изменена. Итак, друзья, также я вам не буду показывать почту, потому что я ещё не выложил ролик, где будет, в общем-то, открытие 12 ящиков топ-1. Чтобы спойлеров не было, что мне выпало, что не выпало, я почту сегодня вместе с вами открывать не буду. И также вы, наверное, заметили 200 моих монеток. Так, это чистая случайность, друзья, я их тратить не буду, потому что в эту игру я хочу играть без доната. Это серьёзно чистая случайность произошла. И, в общем-то, ну, надеюсь, то, что вы не обидитесь. Это реально случайность полнейшая, и я их тратить не буду, как было 200, пусть так у меня и будут. Те 25, которые были в начале, я случайно истратил. И таким же случайным образом у меня появились эти 200. Короче, бывает такое, бывает то, что люди ошибаются. И вот со мной как раз-таки такая вот тема произошла. И надеюсь, то, что вы, собственно говоря, не сильно обидитесь. И, если что, может быть, на стриме мы всё-таки это истратим, когда нужно будет бегать в разные локации. Ну, не знаю. Ну, короче, это серьёзно случайно вышло. Надеюсь, то, что такого больше не повторится. Так, что мы возьмём по броньке? Я не знаю, может быть, всё-таки взять что-нибудь действительно годное скрафтить. Прямо потому что, мне кажется, там противники будут очень хорошие. Как по мне, в плане мощности. И вот, кажется, нужно быть достаточно неплохо готовыми. Вот это можно тоже истратить. Вот эту вот, кстати, броньку я бы взял. Она очень даже неплохая, как по мне. Дальше это всё оставляем. Тогда, ладно, берём эту броню всю. Это тоже оставим. Ну, в принципе, вот не знаю, хватит мне этого оружия или нет. Одну секиру можно, конечно, тоже утащить. Я, конечно, так сейчас собираюсь, как будто бы на войну действительно иду какую-то. Но, надеюсь, всё-таки там будет что-то примерно типа этого. И я не зря брал столько всего. Так, нужно собрать немножко ананасов. Это мой основной хилл будет. Так, берём. Эти я сейчас сразу истрачу, чтобы восстановиться до фулл хп. Окей. Это всё мы сделали. Ладненько. Теперь, что я делаю? Это всё не надо. Вот бинты. 20 бинтов, я думаю, вообще идеально просто будут с собой. И дальше можно ещё взять один... А, нет, у меня и так один стак с собой ананасов. Ну, в принципе, наверное, тогда я готов, что ли. Я не знаю. Надеюсь, мне всего этого будет достаточно. Но, если честно, блин, я чё-то как-то очень жёстко туда собрался на самом-то деле. И вот если бы я заменил, конечно, броньку, которая сейчас на мне... Ну, блин, ладно, пофиг. Надеюсь, мне этого всего хватит. И как бы возвращаться не придётся. Если даже придётся, если я сдохну, то это будет, конечно, фейл жёсткий. Но, надеюсь, то, что это будет не так уж критично. И я хотя бы что-то там истратить успею. Ага. О, ворота 3. Ну, погнали. 60 энергии. Нифига себе. Вот это вы даёте, конечно, дофигища. Ну, вот и стена, кстати, открылась. И миссию охотника не пришлось выполнять. Как я понял, он пропал, потому что локации вторжения всё-таки нет. И задания у него, в принципе, никак не выполнить. Такие вот дела. Ладно, мы собрались. Это всё понятненько. Так, ну, не знаю. Ну, всё-таки надеюсь, то, что мне всего будет достаточно. Но сейчас я буду смотреть на это. Как же я долго ждал эту обнову. Нужно сейчас просто всё тестить, смотреть. И, надеюсь, будет реально очень круто. Это будет, наверное, очень круто, ребята. Потому что по трейлеру, который я видел в официальной группе ВКонтакте, в предвкушении, в огромном просто. Так, там вижу каких-то противников. Здесь, ох ты, генератор. Что за топливо? А у меня нет топлива. У меня этого топлива нет. Так, игрушка что-то подлагивает немножко. Ох ты, нужно спасти, наверное. Что-то мощные динозавры, что ли? А, динозавры. О, нифига, там за стеной что-то открывается. Привет, друг. Ух, нифига себе, кого он убил. Раптор Тенебрис. А их изменили, текстурки. Так, тут ребята какие-то ходят. Привет. Так, я бы рад тебя прикрыть, но стрелять нечем. Ага, тебе надо оружие, что ли, дать? Давай. Так, окей. Блин, это, знаете, смахивает на то, этот, как его, событие, где этот Джек был, который, в общем-то, что-то там помогал нам, все такое. Ух ты. Что это, слишком громко? Нифига себе. Вот это он прикрылся. Кажется, все накрылось. Провода, блин, нужны. А, ё-моё, у меня-то этого вообще так-то не очень много. Черт возьми, а. Вот почему я эти гребаные провода не собирал? И тут тоже дофига всего надо. Капец. Ладно, гаечки, гаечки. Вот, надеюсь, гаечки у меня есть. Если нет, то придется мне сейчас побегать. Изоленты есть, транзисторы у меня тоже есть, но вот с проводами, я не знаю. Все-таки, походу, придется возвращаться. Сейчас я, наверное, все вот это вот заскриню, чтобы не забыть, что мне надо с собой взять. Вот, потому что я реально могу забыть. Это все мы сохраняем. Отлично. Так, и вот здесь вот тоже я все сохраняю, чтобы, в общем-то, с собой унести. Короче, я понял, будет сложновато. А что там будет еще дальше, я тоже не знаю. Видимо, мне придется еще истратить немножко этого, моего дружбана. Ох ты, тут еще, блин. Нифига себе, сколько всего надо чинить и с собой нести. Тут, походу, не оружие, блин, надо нести, а этот, как его, всякие резы и тому подобное. А что еще здесь? Здесь нужно две канистры. Ну, ладно, это я, в принципе, запомню. Ну, сейчас, походу, я быстренько сгоняю, все сделаю. И, в общем-то, мы с вами будем, наверное, воевать. Окей, тогда возвращаюсь обратно. Сейчас придется посмотреть рекламу, заюзать этого, как его там, дурмана. И, в общем-то, сегодня, походу, мы выполним самые легкие задания, как я понимаю. Потому что другие пока что выполнять будет, ну, достаточно сложновато. Потому что там нужно что-то еще будет собрать. И, наверное, каждый день я с вами буду по одной новой волне проходить, как я понимаю. Ну, там все зависит от того, какие ресурсы будут нужны. Ну, вот на легкую у меня должно сейчас все хватить. Ладно, ребят, сейчас я все соберу, вернусь обратно. И, в общем-то, мы с вами продолжим. Ну, что, друзья, вот я и, наконец-таки, добрался до этих ворот номер 3. Это было очень сложно. У меня, оказывается, нифига не хватает этих ресурсов. Мне пришлось побегать по локациям. Я поломал себе нормально так брони. Но, чтобы у меня энергия уж слишком не ушла, я подумал, лучше пойду без сапог. Но, зато, у меня энергии хватит. И все будет в порядке. Короче, проблемы были с этими проводами. У меня их было всего лишь 8 штук. И, чтобы найти еще, мне пришлось нормально так побегать по локациям. Почему у меня отключилось... Ага, все нормально. Окей. Я так нормально побегал по локациям, на самом деле. И там побывал, и тут побывал. Короче, везде я нормально побывал. И, в общем-то, наконец-таки, я смог все это сделать. Ох ты, нифига себе. Забавненько. Ну, что, воевать, что ли, тогда начнем? Я возьму кувалду лучше. А то они с одного удара будут отлетать. Отлично. Так. Ох, найс. Блин, эти чуваки мне так круто помогают. Это очень четко. Сколько-то там чинить. Ой, а он нормально так-то чинит каждую вещь. Нужно еще не дать, чтобы они его били. Блин, очень прикольно. Очень прикольно. Серьезно, мне нравится. Причем еще сразу двое помогают. И я им всем дал кувалды. Это очень даже спасает. Блин, конечно, что-то как-то поресом. Ох ты, нифига себе, какой здоровый. Откуда этот-то тут взялся, блин? Давай, мужики. Блин, с ними вообще все супер быстро происходит. С него 4-8. Офигеть. Вот это Лутецкий с него улетел мне. Нормально так-то. Вообще, причем нормально. Отлично. Эти тоже отлетели. У меня штаны, короче, только остались из всей брони. Окей, я понял. С бронькой здесь реально проблема. Они налетают здесь очень жутко. Это реально самый-самый-самый главный здесь трабл. Ладно, мы здесь их убиваем. Надеваем последние штаны. Что-то меня еще кто-то бьет, что ли? Окей, все в порядке. Ну, здесь вещи такие неплохие. Заюзаем еще немножко. А это самая легкая волна, кстати. Я не знаю, что там будет дальше. Но вожаков, походу, будет дофигища. Но вот эти вот металлы для сборки, все эти детали и так далее, это очень сложно. Э, они что, за мной бегают, что ли? Ха, блин, рил, прикольно. И потом на этих, как его, на динозавров, как только они прибегают. Прикольненько. Что с этого выпадет? Ух ты, нифига себе. Вот это то, что мне нужно. Тут просто сыпется лут, ребят. Просто сыпется. Это капец. Это очень круто. Ладно, идем дальше. На это у меня тоже хватает. Ага. Через 20... Чего это? 23 часа? Нифига себе. А че это он устал? А как это пропустить? И все, что ли? То есть здесь на выбор? Или всего понемножку, понемножку нужно постоянно собирать. И потом только все полностью соберется. А я тут ресов набрал для всего, блин. И, видимо, потом... Аааа, нужно было, короче, выбрать посложнее режим. Я просто не полностью разобрался в этой всей теме. Нифига себе там когти, блин. Вот это да. Блин, я просто не полностью разобрался. И я еще забыл взять эти. Ааа, бензин. Черт возьми. Как же я жестко лоханулся. Это просто жесть. В следующий раз я, конечно же, буду выбирать безумие. Буду очень жестко подготовлен к этому всему. Но этого нужно еще дождаться. 23 часа. Ну, хотя бы смогу что-то записывать каждый день. Это на самом деле очень круто. Блин, какой же это все-таки провал. Это очень тупо. Я просто не знал, ребят, как это работает. Вы, пожалуйста, все знаете. Вот. И тогда у вас все будет нормально. А то я набрал для каждой починки себе здесь ресов. А оказывается, нужно вообще только на одну починку. Боже мой. Вот это, конечно, просто провал полнейший. Я тогда брешь в стене. С самого начала тогда полностью заделаю. В следующий раз на безумие попробуем все это намутить. И потом дальше будем все остальное делать. Короче, первая серия, видимо, провальная немножко получилась. Но вы, ребята, оставьте это у себя. Я потом, в общем-то, вернусь. И у вас все равно все это будет. В принципе, я вам могу это сейчас оставить тоже. Оно мне не особо-то нужно. Так что оставляем. Ну, нужно. А то будут докапываться то, что ударение поставило неправильно. Ну, как-то так, друзья. Вот такая вот у нас вышла обнова. Мне еще нужно вернуться, блин, домой. И посмотреть, как выглядит топливо. Мне кажется, все-таки канистра с топливом выглядела 100% по-другому. Вот серьезно. Она что-то здесь какая-то другая стала. Нужно зайти в рецепты и глянуть, наверное. Так, это все не то, не то, не то. Короче, ясненько. Пока что с этим всем у нас жесткие проблемы. Рюкзак охотника можно сделать? А, нет, стальной слиток. Да-да-да. Чего я радуюсь? Конечно же, нельзя пока что. Ну, блин, сказали то, что нужно будет захватить с собой рюкзак побольше. Но что-то как-то я его не нашел. Это фигово. Ладно, тогда давайте сейчас вместе с вами вернемся домой. Я быстренько посмотрю, как выглядит канистра. Вот. И, в общем-то, мы с вами узнаем, то это или нет. Но я не знаю, у меня хватит ли. Мне миллион рекламы придется посмотреть на самом-то деле. Либо же это в другой части сделать, а то сейчас это очень долго будет. И у меня, возможно, даже рекламы не хватит. Потому что я здесь и на разбитую машину бегал, и миллион раз к Бориониксу бегал. Причем я лампочку даже одну смог найти. Вот. Но я ее не взял, потому что у меня не было места. Я ведь думал то, что нужно собирать просто каждую вещь. Ну, окей, в следующий раз я буду умнее. 23 часа пройдет, друзья. И мы с вами еще раз туда отправимся. Уже все на безумно попробуем. И будет, в общем-то, очень круто на самом деле. Но я доволен обновлением. Разрабы справились буквально за 7 минут до того, как наступит следующий день. Обещание свое сдержали. Это, на самом деле, очень круто. Хотя они даже не обещали. Они просто написали, что сегодня будет жарко. В этом плане они, конечно, молодцы. Ну, в общем-то, вот, в принципе, и все. На этом ролик подходит к концу. Посмотрели крутую такую обновку. Я, в принципе, обновой на самом деле доволен. И считаю то, что она вышла достаточно годной. Теперь уже интересно дождаться будет того, когда я все это завершу. Все это сделаю. Вот, мы закончим полностью постройку стены. И там, видимо, уже буквально ближе к этому моменту, наверное, выйдет какая-то еще одна обнова. Когда можно будет либо за нее отправиться. Либо там супер-босс какой-то вылезет. Нам придется его убивать вместе с этими охотниками. Наверное, какие-то такие вот будут, в общем-то, у нас дела. Ладно, всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик. И ждите каждый день ролики по Джурасику. Будем с вами продолжать открывать эту стену. Всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok